Один мой знакомый сказал, слушай, если я дам тебе тысячу долларов, ты сможешь просто взять и обматерить кого-нибудь или передать привет? Типа, это можно сделать? Я говорю, да, только это будет мой последний эфир. Фигурное катание мы же не можем. Ох, как она крутит бедрами, да вы посмотрите! Там уже более по-другому и как-то вот все. Динамика меняется. Здравствуйте, меня зовут Алмаз Раимжанов. Я работаю спортивным комментатором, телеведущим на спортканале. Какой матч для вас представляет особую гордость за свою работу? Какая трансляция вывела вас в узнаваемые комментаторы? Это было на чемпионате мира в России по футболу. У нас были спонсоры, компания Салих. И я комментировал матч Россия-Египет, по-моему. И что-то вроде было опасного момента. И там есть игрок Салах. Мухаммад Салах. И что-то, что-то опасный момент. Салих атакует и что-то такое. Я, в общем, вместо Салаха сказал Салих. И это очень даже не мне, наверное, запомнилось. Здесь больше запомнилось, наверное, зрителям. Потому что на следующий день потом писали что-то там в разных тоже социальных сетях. Кто-то прикалывался, кто-то смеялся, кто-то осуждал. В общем, вот это единственное запомнилось, наверное, больше всего. Вы когда-нибудь делали ставки на спорт? Да, делал. И делаю. Случается иногда, что аудитории не нравятся шутки комментаторов насчет расы или религии? Про что комментаторам нельзя шутить? Ну, вообще есть определенные правила, когда комментируешь. В принципе, я думаю, те, кто во всяком случае у нас работает комментатором, я не помню случаев, чтобы кому-то что-то не понравилось, именно что касается религии и каких-то политических взглядов. Потому что это все мы не обсуждаем. Но вот у меня был случай на матче чемпионата Англии, был чернокожий футболист. И я вот что-то вот... А, был в одной команде, играет два чернокожих футболиста, афроамериканца. Очень похоже фактурно. Я одного спутал с другим. И говорю, вот такой-то, такой-то с мячом. Потом показывает крупным планом. Другой я говорю, ой, другой футболист, но он тоже черненький. Так что я спутал. И на следующий день в КТРК «Спорт» работает националисты. Он расист. Выложили, я не знаю, даже этот эпизод. И даже из местных вот кто-то там пабликов. Да там кто-то смеялся, кто-то там что-то писал. Я особо внимания не обращал, но вот такой был случай, я помню. Так, вот наше рабочее место. Тут, в принципе, все стандартно. Ничего такого прям особенного здесь нет. Такая техника, ноутбук. Где мы находим информацию о спортсменах, спортивные события. В общем, все это происходит здесь. Вот такой телевизор. Все очень удобно. Их у нас два. Есть чуть поменьше, есть чуть побольше. Здесь вот мы комментируем. Многие, кстати, думают, что у комментаторов там чуть ли не особенный какой-то телевизор. Нет, он очень стандартный. Ну да, хорошего качества он высокого, но при этом такой стандартный. Как изображение, картинки тоже стандартное. То есть многие тоже думают, вам, наверное, отдельно чуть ли не показывают футболистов моменты или какой-то спорт. Нет, тут все очень стандартное. Ну, как бы все это. Это вот у нас есть связь с режиссерами, звукооператорами, которые контролируют эфир. И в случае технического какого-то брака, но это бывает очень редко, они с нами тоже переговаривают. Если, допустим, режиссеру кажется, что ты не очень хорошо ведешь какой-то вид спорта, он может там прям во время эфира, естественно, это блокируется, и мы его слышим, зрители нет. Он может сказать там алмаз, там динамику добавьте, громче говорите, не двигайся сильно, не прикасайся к микрофону. Ну, те, кто вот работает на теле, наверное, понимают. Вот у нас режиссер, полностью следит за эфиром. Там звукооператор вот слева у нас контролирует. Здесь обычно у нас вот техник тоже, который следит за техникой. Комментатору захотелось в туалет во время трансляции, что делать? О, очень хорошо, если кто-то есть рядом из коллег, если нет, приходится терпеть. Бывает такое, потому что некоторые эфиры могут длиться 3 часа, 2 часа минимум. Иной раз бывает, там пишешь в WhatsApp в группу комментаторам, гимбош, ребята, посидите. И все якобы там, нет, нет, меня нет на работе, меня нет на работе. Ну, бывает иногда там. Что вас бесит в своей работе? Я много чем занимаюсь, кроме комментаторской работы. И бывает, что график достаточно такой, очень плотный, и не всегда успеваешь. Но в эфир приходится все равно выходить, работать. И иногда не успеваешь. Наверное, это единственная большая занятость, наверное. Но это лично такое мое. А еще есть один момент, работа комментатора. Тут ни в коем случае никогда нельзя опаздывать, заранее приходить в эфир. Это тоже один из таких моментов. Вроде как ты это и понимаешь, но опаздывать нельзя. Вот я когда разговариваю с друзьями, с коллегами, кто в других сферах работает, они вот я на час задерживаю. Я им так завидую и думаю, вот бы я мог бы позвонить, сказать, я задерживаюсь там на полчаса. У нас такого не бывает. Мы заранее приходим в эфир, там, готовимся. И, естественно, там ты даже на минуту не можешь опоздать. И сказать, ой, простите, зрители, я опоздал тут на две минуты. Вот это, наверное, больше всего. Какие курьезные случаи были с вами? Это был тоже один из чемпионатов пару лет назад. У нас на канале, получается, во время эфира два комментатора. Один комментирует на кыргызском, другой на русском. Я помню, пришел после мероприятия, отработал, уставший в костюме. Пришел час тридцать ночи. Мой коллега тоже пришел откуда-то там с работы. Мы оба уставшие. Мы комментировали. Я сидел, комментировал. И был футбол. Я свое время, по пять минут, получается, комментируем. Я что-то помню, говорил, говорил. И наступает его время, коллеги. И я думаю, а что, если я сейчас закрою глаза? Усну ли я или нет? А оказывается, я уже уснул в этот момент. Но я помню, что я договорил там эти пять минут. Я, значит, уснул. И в какой-то момент я просыпаюсь от того, что у нас будет режиссер. Он прям у нас будет. А оказывается, мой коллега тоже уснул. Хотя он должен был говорить. Он, оказывается, говорил, говорил и уснул. Вот так вот вдвоем мы уснули в эфире. Если говорить о предстоящем чемпионате мира, кого вы причисляете к фаворитам чемпионата? И кто симпатичен именно вам? Так, ну, я больше болею за хороший футбол, за справедливый футбол. А так, в принципе, могу поболеть за сборную Франции. С детства за них как-то так переживаю. За португальцев можно тоже поболеть. За англичан можно тоже немного попереживать. Ну и все, в принципе. Ну, из азиатского континента, конечно, если кто-то дойдет там хотя бы до полуфинальной стадии, я буду очень рад, потому что своя майка ближе к телу. И хочется, чтобы с азиатского континента, с азиатской конфедерации футбола тоже кто-то вот чего-то добился. Есть ли у вас коронная фраза? И если есть, можете рассказать на камеру. Всем приятного отдыха и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok